На самом деле, во-первых, я рад вас всех видеть. То, что сказала Юля, я не совсем согласен. Со мной произошло следующее. Приехал Петр Олешковский. Он написал очень мощную книгу, она называется «Крепость». Очень сильный роман с неожиданной концовкой. А Петр Олешковский, ну он племянник Юза Олешковского, сын знаменитого археолога Марка Олешковского, женат на Тамаре Эдельман, которая дочь Натана Эдельмана. Ну то есть такой у него, вот, бэграунд. И он говорит, надо издаваться. Я говорю, да мне некогда ничего, он говорит, давайте ССТ договорюсь. Он мне договорился с ССТ, и я проклял, конечно, все. Вроде серьезно, ССТ, крупнейшее издательство в России. Они говорят, кинь рукопись. Ну я собрал, что было, кинул. Они тут же издали. Как было. Не структурировали ничего. Но это полдела. Пишут мне, мы делаем 2500 экземпляров. Я говорю, зачем мне 2500 экземпляров, когда у меня предыдущая книга за год 32 тысячи разошлась, при том, что я не рекламировал, не качал, не развозил, ничего не делал. Сама по себе эта книга больше 30 тысяч разошлась. Зачем вы 2500 делаете по-человечески? Нет, мы можем 2500. Сделали 2500, пригласили меня на нонфикшн. Мы приехали на нонфикшн, встреча с читателями, народу через 100. Книжки кончились в течение одной минуты. Вот, не двух минут там, не полутора. Вот в течение одной минуты кончились книги. Я говорю, вы что делаете? Ну вот мы это, на следующий день. А Марина Ниловна, это книжный магазин Москва, она-то умная, она сразу 500 книг заказала, и они тоже разошлись за один раз. В книжном мире на Арбате тоже разошлись. Прошло три дня, книги кончились. Книги кончились, но Екатеринбург успел взять, мы еще здесь три презентации провели. Я говорю, делайте. Они говорят, ну это мы уже потом, после Нового года. Короче, они сделали через три месяца. Еще две с половиной тысячи, темп потеряли, мне неохота этим заниматься. Меня эта книга разозлила, потому что Юлия права, она никак не структурирована вообще. Они просто, мало того, что там мои рассказы выболены кучей, они не структурированы совершенно. Вот, я очень из-за этого расстроился. Книгу купил Юзефович, написал мне вот такое письмо, он говорит, Женя, это классные рассказы, это высокий уровень, но рассказы гораздо лучше, чем книга. И написал мне. Потом Леонид Петрович Быков меня вообще добил. И я уже совсем было переживал, потом вдруг мне неожиданно позвонил Гребичиков. Говорит, Женя, я, говорит, пока не дочитал, я не оторвался, это очень мощная книга, я, говорит, всем рекомендую. Я думаю, да Борис Брисыч, наверное, узнал, что я переживаю, ну и там это. Прошел день, позвонил Веллер. Позвонил Веллер, говорит, Женя, это очень хорошая книга. Я, говорит, очень доволен, что я прочитал. Я говорю, Михаил Васильевич, она там вот так вот, все это не структурировано. Он говорит, да. А я думал, так и задумано. Я говорю, ну ладно. Ну, вроде мне стало на душе полегче, но мне на самом деле царапает. Но здесь есть несколько вещей, которые я хотел сделать давно. Я был, ну не вынужден, мое основное, я историк, исследователь. Я занимался сручной работой много лет, всерьез. И у меня все время был вопрос, вопрос языка. Я в свое время, у меня был Дробышев, такой историк КПСС читал у нас. Когда-то был деканом, когда-то он был у нас деканом, а потом он преподавал историю КПСС. И я ему не мог сдать историю КПСС, я поставил рекорд университета, я сдал с 13-го раза. И не мог я ему сдать историю КПСС только по одной причине. Я не мог воспроизвести этот язык. Ну я не мог воспроизвести, я нормальный русский человек, я не могу себя заставить проговорить фразу. Советский Союз под мудрым руководством партии и правительства. Но я не могу это сказать. Я мучился всяко, но в конце концов, ну, как-то сдал. И когда я сам стал писать, я принципиально искал слова и выражения, выходящие за рамки академического языка. Но при этом я, ну, я так скажу, что по своей теме, там, поздняя русская иконопись меня в стране знает, и, ну, я на нормальных позициях нахожусь, я все равно должен какой-то долг академизму отдавать. И я всегда, когда пишу, я стараюсь писать так, чтобы специалистам было интересно, а всем нормальным людям было понятно. То есть это тоже приходится за этим следить. Вот. А вообще, я всю жизнь коллекционировал, в голове собирал красивые человеческие поступки. Потому что мне очень нравились поступки, которые немножко нарушают сложившиеся алгоритмы жизни. Это я так умно сказал, потому что я в данный момент думаю про это оставляю. И очень интересно, несколько дней назад пришел к Валовичу. Валович сидит в мастерской, работает, готовится к выставке. Еще человеку 90 лет, надо хорошую выставку делать. Сидит, работает изо всей силы с утра до вечера. Вот. А он еще ногу сломал, но он ногу-то сломал нормально так, совершенно по-гусарски. Он пошел с друзьями в баню, выпивал и сломал ногу. Я говорю, Виталий Михайлович, вы не представляете, ну красивая мужская история. Женя, если бы так, ты говоришь, с твоей легкой руки это уже миф. На самом деле я сломал ногу, когда вышел из парилки и пошел выпивать, подскользнулся. И мне, говорит, от этого еще обиднее. Я говорю, Виталий Михайлович, вот уже есть другая реальность, пусть будет так. И он говорит, понимаешь, Женя, алкоголизм, говорит, вещь такая. Я, говорит, на этом фоне встречал красивые человеческие поступки, мощные. Я говорю, ну-ка, ну-ка, расскажите. Он говорит, я был делегатом на съезд художников. Это был, говорит, конец 60-х годов. Меня выбрали делегатом, все, говорит, художники поселились в гостинице «Россия» и пили страшно. Еще, говорит, Александр Гаврилович Вязников говорил, это не союз художников, это союз алкоголиков. Сделайте что-нибудь, потому что, ну, так невозможно. А это известная история про Игоря Пчельникова, председателя союза, которому один человек написал, прошу перевезти меня из цеха скульптуры, потому что так пить я уж больше не могу. И Пчельников ему написал резолюцию перевезти в цех прикладного искусства по причине слабого здоровья. Вот, ну и вот, и говорит, мы так, говорит, пили Женя, а утром, представляешь, в Кремлевском дворце съездов пленум, и мы все идем туда. А там, говорит, в гостинице жили два человека с Челябинска, один, слава богу, жив-здоров, фамилия его Черкашин, знаменитый художник челябинский, и там же был челябинский художник Лёва Головницкий, автор знаменитого «Орлёнка», кто бывал в Челябинске, ну, знают все эту стульку. Вот, и они невероятно между собой враждовали, у них была настоящая вражда, они не могли в одном коллективе вместе выпивать, потому что доходило до драки, они ненавидели друг друга. И вот, говорит, представляешь, Головницкого нет, а мы с Черкашиным идем, мы с Черкашиным идем во дворец съезда, ну, от России, что там, через Варварку перейти, и мы, говорит, идем в Кремль во дворец съезда, идем с Черкашиным, разговариваем, проходим через лобное место, и лежит пьяный вообще, вот, пьяный на затылке Головницкий, ну, со всеми, да, Дима, со всеми вот вытекающими. И, говорит, Черкаши, он, говорит, пока шел до этого места, он Головницкого не видел, что он там за лобным местом лежит, и он ушел и всяко ругал, срамил, а потом, говорит, дошел до него, встал, схватился за голову, матерился, плевался, погрузил его на плечи и потащил в гостиницу «Россия». И Головницкий, говорит, у меня так этот случай просто потряс, вот. И я вдруг поймал себя на том, что мне очень приятно было услышать эту историю, именно приятно, я получил удовольствие от того, что Черкашин не плюнул там на Головницкого, не сказал, я же вам говорил, а просто ругаясь, затащил его на плечи и понес в гостиницу. И для меня вот любые такие вещи, которые, ну, как-то человека поднимают над логикой жизни примитивной, мне они очень приятны. И, ну, я случай расписал в контексте, а можно было сделать рассказ. Может, кто-то уже читал, представляете себе ситуацию, я сижу на приеме, народу, полный коридор, человек 50, я уже это вообще с ума скажу, заходит озадаченный Женя Касимов, он реально такой озадаченный, и говорит, ну, что, приходи ко мне на Пасху, щуку фаршированную есть. Я говорю, Женька, ты что-то перепутал, люди-то добрые куличи пекут. Он говорит, понимаешь, мы бы, говорит, тоже, но так получилось, говорит, мне Ленка написала записку, купить муку, 3КГ, а я, говорит, сослепо читаю щуку, ну, раз сказала щуку, говорит, пошел туда на рынок, сюда, я же, говорит, нашел щуку на 3КГ, приношу домой, Ленка говорит, это что? Он говорит, муку, ты же писала щуку, она говорит, я писала муку, ну, щуку, да щуку, пусть будет так, так что, блин, приходи на Пасху, щуку есть. Меня эта история тоже порадовала. Вот, и я на самом деле вот эти поступки просто коллекционировал. Я их собирал, и любой поступок, который как-то выпадал, который подчеркивал человеческое достоинство, он меня очень радовал, он меня в чем-то утверждал. Например, есть подлинный случай, когда стоит человек, когда человек стоит на Лубянке перед ФСБ с одиночным пикетом, вот так вот стоит, держит плакат один. И все понимают, что это нелепо, ему говорят, ну, ты же все равно ничего не изменишь. Он говорит, да я-то здесь стою, чтобы самому не измениться. И поэтому, когда вот со стороны какие-то вещи происходят, они меня в чем-то утверждают и поддерживают. Вообще, эта книга задумывалась немножко по-другому. Предыдущую... А, нету, Юль, а нету силы вправе здесь? У меня, на самом деле, книг-то больше. Это я вот сейчас что-то смотрю, вспоминаю, у меня их гораздо больше. Вот. Мы в свое время делали книгу с Мариной Кудимовой. Марина Кудимова, они учились в ВИТ-институте в свое время, там, она постарше, она, Еременко-то помладше, у нас с Женькой Касимовым училась, с Еременко. У нее очень красивое стихотворение есть, там такая фраза, «Нас диалог вести по хене подначивают по ханы». То есть я к Марине так всерьез отношусь, и мы с ней в свое время сделали книгу, которая мне очень нравится. Вот. Вот это вот. А поскольку я уже говорил, мне нравятся разные красивые человеческие поступки, я люблю людей, и люблю хорошо думать про людей. Я, как обычно, написал про всех своих товарищей, где можно, сказал доброе слово. Иногда я это делаю авансом, потому что мне хочется, чтобы было так. Ну и вот. Я Марине позвонил, говорю, хочу книгу сделать. Вот. И у меня, говорю, есть рассказ, и я по этому рассказу хочу, чтобы книга называлась «Уважаю русских». Я понимаю, что это тоже аванс такой. Она говорит, не поймет. Не надо, говорит, это название. Но я за это название держался, ВСТ они тоже это название отмели. Вообще у них оно получилось совсем другое, провокативное, оно мне так не нравится. Ну ладно. А это был рассказ. Кто даже знает его, да? И этот рассказ, это из жизни, подлинный рассказ. Очень интересная история. Вот это вот, Анна Ивановна Трофимова. Это тетушка, которая вдруг ни с того ни с сего начала рисовать в 65 лет, рисовала без остановки каждый день, и на нее наткнулись Алексей Казанцев, знаменитый, Мосин, Брусиловский, Брусиловский, Виталий Михайлович Волович и поняли, что это что-то серьезное. Потом у нее была выставка в Париже, ну и там, говорят, очередь огромная была. Вот. А меня-то туда привез Миша. А Миша меня привез. Вот это надо все-таки знать Брусиловского. Представляете ситуацию? Приезжаем с ним в Алопаец. Ну что в Алопаецке это в микроскоп не видно. А у них в одном доме, в Алопаецке, кстати, я сейчас расскажу очень интересно, если что, я собьюсь, напомните мне, как замкнулся круг. Меня в Алопаецке в свое время поразило, что неожиданно в Алопаецке есть улица, где живут художники. И их там настолько много, что там целая улица, куча домов, где жили одни художники. Вот. Это отдельная история, откуда что взялось. Я долгие годы не мог понять, откуда в одном Алопаецке. Вот здесь пол-альбома Музей нового искусства, пол-альбома про Алопаецке. Вот отдельный альбом Пани Ивановне Трофимова. Ну, короче, меня привез Брусиловский. А у них там местный музей, трехкомнатная квартира в первом этаже. И все забито картинами. Местные художники рисуют картины, приходят, шпалерно развешивают. И время от времени кто-то эти картинки смотрит, кто-то покупает. А это художник там на краске, на холсты. И мы один раз, я тогда ездил в 105-й ленд-крузер, у меня здоровенный такой был. И мы с Брусиловским туда приезжаем, заходим в музей, он все смотрит, цокает языком. А потом мне говорит, Женя, покупай все. Я ему говорю, Мишевич, а зачем я буду все покупать? Он говорит, я тебе говорю, шепотом-то. Говорит, я тебе говорю, я все понимаю, покупай все, это очень важно, это надо. Я говорю, ну ладно. И я у них купил все. Купил все, пустой музей оставили, забил машину под завязку. Я говорю, Мишевич, а зачем? Говорит, потом расскажу. И вот мы едем, вся машина забита картинами, мы едем с ним, я говорю, Мишевич, а зачем я купил-то все? Он говорит, Женя, ну надо же как-то художникам помогать.